У нашей команды по хоккею на траве коммунальщик не хватает денег для поездок на соревнования. И дальнейшее участие в чемпионате России под большим вопросом. Почему сложилась такая ситуация и как обстоят дела в команде? Об этом сегодня поговорим в студии. У нас в гостях главный тренер команды коммунальщика Владимир Кобзев. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с нашими зрителями немножко познакомимся. Расскажите, как вы попали в такой вид спорта, как хоккей на траве и как стали тренером? Потому что для Барнаула, кто в этой сфере, вы настоящая легенда. Ну, все началось в 1977 году. В 1976 году Международная Федерация на Олимпийских играх в Антарио приняли решение включить женский хоккей на траве. Мужской хоккей в Олимпийских играх с 1908 года. А женский было две международных федерации. По хартии мог, если нет единой федерации, на Олимпиаду не допускают. Федерации объединились в 1976 году и женщин допустили. И должны они были участвовать в 1980 году в Москве. А так как в Москве, а у нас в хоккей на траве женщины не играют, правительство, ЦК, партии тогда, комсомол, лозунг бросили. Все на хоккей на траве. Ну, а я поступил тогда на первый курс Алтайского госуниверситета. Меня назначили физоргом факультета. Я начал активно заниматься там команду футбольную, хоккей с мячом организовал. Ну, а девчонки никуда не мог их приткнуть. То есть девчонки были хорошие, такие все физически развитые. Но баскетбол у нас не было. Волейбол была очень приличная команда. Петр Ягч-Дугниц занимался. Естественно, в состав было тяжело пробиться. Ну, и ко мне активисты подошли и говорят, давай видом спорта заниматься таким, каким никто не занимается. Чтобы мы там хотя бы тренировались. А то мы никому не нужны. Я говорю, о, хоккей на траве. Сам я маленько причастен был. В 68-69 году еще в юношах мы пытались играть в хоккей. Я говорю, я так маленько с ним знаком. Давайте. Ну, меня поддержал тогда деканат, ректорат. Послали меня на семинар в Ташкент. И закрутилось, закрутилось, закрутилось. Поддержал буревестник. А его сразу во все спартакиады, хоккей на траве. Причем там с коэффициентом 3. То есть если простой там, допустим, 10 очков зарабатывал, то сразу 30 давали. И, естественно, были все заинтересованы. И зеленый свет. И мы пошли, пошли, пошли. Затем мы все-таки буревестник. Такие институты. И предложили, давай в Спартак. Там все-таки женские коллективы. Там и швейные фабрики. И все эти были женские коллективы. Как-то вроде лучше Спартак. Сам Спартак российский и СССР, ЦС, Спартак развивал. Ну, в высшей лиге было 8 спартаковских команд. В первой лиге тоже команд 6. Поэтому, естественно, ЦС, Спартак, Росспартак проводили соревнования. Очень много было соревнований. Ну, мы перешли в Спартак в 80-м году. А в 81-м году над нами шество взяло жилищно-коммунальное хозяйство Алтайского края Владимир Сергеевич Германенко. И вот он вдохнул в нас, так говорится, такой старт был очень приличный. Начали строить стадион. Там все помогали и с деньгами. И, в общем-то, Владимир Сергеевич все грамотно это построил. И то, что сейчас мы имеем, будем говорить и название «коммунальщик». Хотя за это название нас и критиковали. Особенно, когда министр жилищно-коммунального хозяйства Попов стал первым секретарем Крайкома партии. «Коммунальщик» – это деревенщина. Что за щик? Меня три раза вызывали. И я все объяснял, что это имя собственное. Была ошибка. Да, правильно, «коммунальник». Но «коммунальник» ревмовался с умывальником, поэтому девчонки наотрез отказались «коммунальником» быть. «Коммунальщик» – ладно. Ну, так вот мы, «коммунальщики». Да, было лет 8 назад мы Алтаем встали, но люди как-то возмущались, начали писать и на сайт, что вы делаете. Ну и мы вернули прежнее название. Ну вот так вот, и как-то так сложилось. Я закончил университет, меня взяли на работу в «Спартак», и пошло. А в 85-м году, в 82-м я университет закончил, в 85-м мы вышли в первую лигу Советского Союза. Нас тогда было в крае всего три команды. Мотор, «Динамо» и «Торпеда Рубцовская», ну и был гонбол, в 85-м он развалился, во второй лиге гонболистские играли. А мы в 85-м как раз вышли в первую лигу СССР. Никто не ждал от нас такого подвига, но мы вышли и, в общем-то, успешно играли в первой лиге СССР. Ну и когда СССР развалился, естественно, мы стали играть в высшей лиге чемпионата России. Вот, и до сих пор играем. Расскажите про хоккейный клуб «Наталья Коммунальщик». В 2009 году, если не ошибаюсь, успешное выступление в Еврокубках, то есть такое значимое событие. Расскажите вот кратенько про тот год. Ну, у нас был слабенький бюджет, Ирина Валентиновна Солнцева стала президентом. Ну и за два года нам сделали такой приличный бюджет. Я скажу, что у нас сейчас 12 миллионов, а тогда было 25 миллионов. Вот, мы и на сборы стали ездить, стали ездить на международные соревнования. Нас очень часто приглашали. Я скажу, даже в 92-м году нас сборная Бельгии приглашала. Мы спарринги играли со сборной Бельгии. За их счет они нас все пригласили. Ну, в смысле, наш проезд был. Поэтому, в общем-то, команда-то неплохая была, не хватало. То есть мы вообще никуда не ездили на игры дома и все. Ну, как сейчас. И начали мы с 2004 года, начали ездить на сборы. И, в общем-то, в четвертом году мы на Еврокубке были четвертыми в Италии играли. Вот, четвертое место заняли. Ну, и начали потихоньку-потихоньку. В 2009-м влили во Франции. Мы выиграли Кубок Кубков Европейских стран. Перед этим мы хорошие сборы в Испании провели. В Испании же мы выиграли очень крупный международный турнир, где мы в финале обыграли Реал де Кампа Мадрид. А у них там и аргентинки, и голландки. То есть у них там сборная мира была. Мы 3-0 горели первый тайм. 5-4 выиграли. В общем-то, Кубок хранится у нас. Были на подъеме. В 2009-м году выиграли. И боролись мы за первое место в чемпионате России. В последней игре играли с Москвой. За 35 секунд мы пропустили гол. Ошибся самый опытный у нас защитник, к сожалению. Ну, на нервах все это было. И понятно. И мы проиграли 1-0 в Москве. И Москва у нас на 1 очко обошла. А Нижний Новгород на 2 очка. То есть, если бы мы играли в ничью, мы вторые, выигрывали, мы первые. Потому что мы по играм с Нижним Новгородом у нас было преимущество. То есть, вот так команда играла. Нас за это наградили. Сняли 10 миллионов в бюджет на 10-й год. Сразу три человека уехали в Питер. Четыре человека завязали играть. И молодежь. И мы начали ковыркаться. И ковыркаемся до сих пор с бюджетом. Давайте краткий тренерский обзор последних игр. Хоккейного клуба «Коммунальщик». Хоккей на траве, конечно же. «Коммунальщик» против питерской команды два раза играли. И в начале сентября поражение крупное от «Динамо» 0-8. Ну, есть что. Ну, во-первых, сезон мы закончили играть 15 июня. И ни игр, ничего. Были в Барнауле. То есть, выехать куда-то средств не было. Ну, даже на Семинске в этом году не выехали. Хотя планировали. Ну, нам министерство, я еще начал в ноябре говорить, что этих денег не хватит. Там письмо. Министерство сказало, да, мы вам выделим деньги. Но как-то что-то там все не получалось, не получалось. Сейчас вот деньги только на конец декабря. Эти деньги, которые обещали, сказали, что в декабре отдадим. Ну, поэтому мы все лето просидели в Барнауле. Ну, и плюс я планировал с мальчиками, с нашими, сыграть игры 3-4. Ну, то, что мы каждый год делаем, с мальчиками с нашими играем. Это хорошее подспорье мальчики. Но получилось так, что я с ковидом загремел в госпиталь. 25-го вышел. То есть, 27-го меня уже в кардиологию положили. Сделали операцию, поставили стены. То есть, я 1-го, 2-го, естественно, не мог присутствовать на играх. Ну, и, естественно, вот эта вскомканная подготовка. С мальчиком не сыграли. Ну, в первой игре, так, очевидцы говорят, что играли-то неплохо. Не могли забить, ну, пропустили 4. Ну, а во второй игре просто не наигранной. Игрового ритма тонуса не было. И плюс 3 человека сломались. Первый гол нам забили. С центра ворот выбрасывает на радиус. Там стоит нападающий соперник. Она его даже не вязала. Говорит, а я его не видел. Я потом спрашивал. Та поймала на вершине, метр прошла, ударила, забила. И, в общем-то, нам за 3 минуты, ой, да, 3 гола забили в течение 2-х минут. То есть, это вот эта яма. Потом точно так же 3 мяча забили еще за 2-3 минуты во втором периоде. В общем, игровая практика дает о себе знать тоже. Ну, конечно, игровая практика и короткая скамейка с такими командами, как Электросталь, у которых 18 человек равноценных, очень тяжело играть. С Питером было попроще, команда молодая. Они в свое время были серебряными призерами, но потом тоже у них финансовые трудности. Они из суперлиги ушли в высшую. Года, что там, они 4 играли в высшей лиге. Ну, в том году вернулись они, ну, в этом году вернее, вернулись они в суперлигу. Девчонки молодые, хорошие, много сборниц в молодежке. Ворочек у них в сборной в молодежке играет. Играл на Европе там до 18 лет. Она еще молодая, и вот сейчас до 21 года к чемпионату мира будет готовиться. Поэтому, ну, команда хорошая, но им еще не хватает вот этой игровой скорости, которая присуща для суперлиги. Вот, у меня хоть и таких 10 человек, но они все-таки опытные. Практически вот у меня стартовый состав, они все в различных сборных играли. И национальной, и олимпийской. Там все сборные прошли. То, что будет играть Питер, со временем, я думаю, приличная команда будет. Если все нормально, там с финансированием будет. Вы как раз-таки у вас в перевью заикнулись про финансирование. Давайте про финансирование нашей команды поговорим. Вам предстоит выезд Казани, Екатеринбург и Волгоданск уже в начале недели. И на этом нужны большие деньги. Мы уезжаем в Новосибирск, утром с Новосибирска вылетаем. Ну, тут как, в министерство в декабре деньги дадим. То, что мне обещали еще в ноябре, они говорят, деньги. Ну, в декабре так сложилось, что вот, ну, я не знаю там почему, денег нет. Но это не я один, это все виды так. В общем-то, в долг сейчас ездят. В декабре сказали, гарантийное письмо министерства написало в авиафлот. Авиафлот пошел нам навстречу, сделали нам на весь маршрут билеты, дали в долг под гарантию, под гарантийное письмо министерства спорта. Ну, деньги на проживание, питание ищу на стороне. За счет спонсоров там и жилищная инициатива маленько помогла, еще там помогают люди. Может быть, нас кто-то смотрит и поможет нашей команде, лишнего не будет? Вот, да, лишнего не будет. В принципе, спонсорами мы не богаты, как говорится, поэтому. Но вот так вот, поэтому, как говорится, с мира по нитке набрали мы и на выезд едем. Почему надо ехать? Потому что там минус очко за неявку на игру и 0-5. 0-5 поражений и минус одну очко. То есть не поехали, мы 6 очков теряем. Нас по очкам даже Екатеринбург догоняет. Ну, в смысле, они сейчас на 12 очков отстают. Тут за нас дадут 6 очков и минус 6 очков. И как раз. Вот, поэтому, ну и опять, как не поехать. Играем, в общем-то, 44 года уже в этом году будет, как мы играем в хоккей на траве. И первый раз такой нонсенс, что мы не поедем. То есть тезис на деньги дают в долг. И после этого Минспорт вам деньги... Да, под гарантию Минспорта. Минспорт пишет письмо, гарантирует, что они вернут деньги. Ну, вот так вот. Ну, мы надеемся, что все получится. На этом наше время, к большому сожалению, подходит к концу. И будем верить, что хоккейная команда на траве «Кумнальщик» будет жить. Продолжение следует...